Может быть, кто-то из вас, сидящий здесь, не знает вообще, в чем смысл этого праздника, который мы празднуем. Бог сказал израильскому народу, когда он ходил в землю обитованную, был, вернее, пути в землю обитованную, чтобы они праздновали праздник, праздник жатвы. Удивительно, но израильский народ праздновал его два раза. Первый раз, когда собирали первые плоды, самые первые колоски. И второе, когда уже собирали весь оставшийся урожай. Наш перевод Библии говорит, есть такое у нас слово, наблюдайте праздник жатвы. Да, Бог говорил, наблюдайте праздник кущий, наблюдайте. Когда мы читаем, наблюдайте, что это такое праздник жатвы, наблюдайте. Это повеление Господне. Кто-то заменяет это слово и говорит, празднуйте праздник жатвы. Ну, не совсем так. Тема, которую я хотел бы поделиться с вами сегодня в этот праздничный день, называется Watch out your harvest. Watch out. То есть наблюдайте или непрестанно, смотрите или looking carefully. Или еще другое английское слово говорит, diligently await. Наблюдайте праздник жатвы. Watch out for your harvest. Друзья мои, почему очень важно было людям наблюдать за тем, какая у них будет жатва? Есть вещи в нашей жатве, которые зависят только от Бога. К примеру, если Бог не даст дождь, жатвы не будет. Если Бог не даст солнца, жатвы не будет. Если Бог не сохранит наш посев от какого-то стихийного бедствия, жатвы не будет. Но есть другая сторона, которая зависит от нас с вами. Какое бы благословение Бог не посылал в нашу жизнь или на поле нашей жизни, если мы с вами не созидаем, не наблюдаем те или иные вещи, которые происходят, то жатвы, которые Бог бы хотел иметь в нашей жизни, ее не будет. Поэтому праздник жатвы – это праздник, знаете, кооперации работы Бога и человека в совместном труде, когда есть результат. И мы благодарны и Богу за то, что Он давал, и в то же самое время мы хотим поблагодарить всех тех, которые трудились и продолжают трудиться сегодня, наблюдая или ожидая и свою жатву. Один стих хотел бы прочитать вместе с вами и немножко по возможности получить и духовное благословение через этот текст. Послание евреям, 12 глава, 15 стих. Hebrew, chapter 12, verse 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Наблюдайте. Что есть почва, куда падает семя? Друзья мои, это наша с вами жизнь, это наши с вами сердца. Наблюдайте за своим сердцем. Наблюдайте за своим этим огородом. Или я по-другому говорю в контексте сегодняшних войн. Наблюдайте за своей территориальной целостностью, за что люди сегодня в разных странах отдают жизнь. Но за целостность своего сердца, друзья мои, у нас всегда идет война. Почему? Потому что враг души человеческий, апостол Павел говорит, не давайте место кому? Дьяволу где? На своей территории, в своем сердце. Как только мы отдаем какую-то территорию, он наносит нам больше и больше и больше и больше ущерб. Писание говорит, наблюдайте, проверяйте свою жизнь, чтобы в нее не попали никакие семена, от которые отравят вашу жизнь. Так много сегодня порой мы безразлично и иногда легкомысленно относимся к тем или иным событиям, которые происходят, и не замечаем, что мы позволяем этому проникнуть в наше сердце, в нашу жизнь. Сегодня евреи говорят, что самая великая трагедия, которая, наверное, была после Второй мировой войны, произошла вот недавно буквально. Вы знаете, что говорят люди? Нас застали врасплох. We lost our guard. Люди собрались на музыкальный фестиваль, там, где по протоколу должно были быть десятки людей и десятки охраны прямо на границе с газой. Люди легкомысленно к этому отнеслись, и всего лишь небольшая группа людей была. И когда пришли террористы, что произошло? Кровавая бойня. Почему? Не наблюдали? Успокоились и думали, что будет все хорошо. Не понимали, как близко к тем, которые уже задумали эту операцию, они находятся. Сегодня еврейское государство празднует одного из своих героев, девушку, которой было 25 лет. Она в одной из тех кибуц, куда зашли террористы, была ответственна за ее безопасность, за безопасность всего этой кибуца, это маленькое село. Вы знаете, что она сделала? Когда она увидела, что приближается опасность, она собрала всех жителей своей кибуцы, раздала им оружие, и они сделали засаду. Это единственная кибуца, которая не потеряла ни одного человека. Почему? Потому что они были на готове, они ждали, что враги идут. Друзья мои, когда мы находимся в состоянии полусонного человека, небодрствующего человека, дьявол на этом нас поймает. И так наблюдайте, чтобы не попало какое-то семя горечи в вашу жизнь. Оно отравит, оно нанесет нам огромный ущерб. Друзья мои, ну не только за своим сердцем Бог дал нам ответственность наблюдать. Дорогие родители, Бог дал вам ответственность наблюдать за территорией ваших детей. Иногда смотришь, порой такая беспечность, куда ребенок пошел, не знаю, что он там делает, не знаю, когда вечером придет домой, не знаю, где он будет ночевать, тоже не знаю. Все не знаю, все не знаю. И потом, друзья мои, мы ожидаем, что? Мы ожидаем хороший урожай. Во всех вот этих, так сказать, slip-overs совсем иногда бывает столько ущерба наносится детским сердцам. Сегодня статистика говорит, друзья мои, в христианских семьях дети становятся наркоманы не потому, что наркоманы, те, кто живут под мостами, им дали наркотики. А знаете кто? Те, кто с ними порой рядом в церкви сидят. Трагедия. Мы порой настолько наивные, мы думаем, ну как, должно быть же все хорошо. Мы же выросли в другой стране. За нами вроде бы никто, так сказать, не смотрел. И как-никак, ну выросли нормальными людьми. Друзья мои, время совсем другое, в котором мы живем здесь сегодня. Помню, рассказывал мне папа, когда, насколько его мать была бдительна и смотрела в его жизнь. Когда он был маленьким мальчиком, домой приходил, однажды она учила с ним вместе молитву «Отче наш». И она ему говорила, «Сыночек, если ты в течение дня имя Божье не светил, когда мы становимся вместе с семьей на колени и молимся, молитвой «Отче наш», они заканчивали каждый вечер свой день. она ему говорит, «Ты никогда не молись, да святится имя Твое». И вот однажды папа говорит, «Я знаю, что я сделал плохо». Там другая история, что он сделал. Он говорит, «У меня внутри совесть мучает. Я знаю, что должен становиться на колени. Вечером, говорит, мы молимся, а я говорю, «Отче наш, да приди царствие Твое, да святится имя Твое». Сын пропустил. А мама раз. Одну фразу сын пропустил. Она раз уловила. Она молится с детьми, всех своих дочерей троих укладывает. А сын говорит, «Сыночек, пойдем на кухню с тобой поговорить надо». Почему? Она была очень внимательна. Она не позволила, чтобы семени греха, чтобы оно пустило корень в его сердце. Ложь, обман, на который он попался. Друзья мои, мы должны быть очень бдительны и внимательны прежде всего к себе. Итак, наблюдайте за ногою своей, когда идете даже в Дом Божий. Какие мысли нас одолевают, каким мыслям мы позволяем, чтобы они в наш разум и в наше сердце пришли. Потом мы начинаем так действовать. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Как же мы можем лишиться благодати Божьей? Знаете как? Потому что то семя, негодное семя, которое враг пытается посеять в нашу жизнь, оно забирает полезные ископаемые и все, все all nutrition, да, от того, что должно быть пищей для доброго семени. И мы теряем ту полноту благодати Божьей, которую Бог хочет дать нам и детям нашим. Да не будет никто здесь присутствующий небдительным, легкомысленным, беспечным, потому что нас впереди, дорогие мои, ожидает всех жатва. So, первый point. Look carefully. Look diligently. Watch your soil. Второй очень важный момент. Посмотрите и наблюдайте, чтобы какой горький корень, автор говорит этого текста, возникнув. Второй point. What we receive, it will grow. Возникнув. Как возникает эта горечь в нашем сердце или проблема греха в нашем сердце? Большинство из вас занимались огородом. Когда семя падает в землю от соприкосновения плодородной почвы, откуда оно может питаться, да? Киньте семя вот сюда, на эту плитку. Вырастет что-нибудь? No. Но когда семя падает на почву, которая имеет какую-то уязвимость или способность принятия того или иной проблемы или греха, возникает корень. Друзья мои, и обязательно будет расти то, что мы с вами приняли как семя в свою жизнь. Христос в своей притче о сеятеле сказал, что слово – это семя, а сердце человека – это почва. Какое семя мы принимаем, тому мы позволяем расти в нашей жизни. Если мы питаемся с вами сплетнями, мы соответственный плод будем приносить. Если мы питаемся с вами пропагандой, мы в этой пропаганде и будем жить, какая бы она ни была. Если мы питаемся истиной Слова Божьего и то, что говорит Бог, мы в этом свете и будем находиться. То, что ты принимаешь, так, как мы и живем. Друзья мои, вот эти плоды – это результат того, что земля приняла это семя, доброе семя, и принесло свой плод. Английское слово «возникнух» означает «spring up», то есть то, что позволило, знаете, как в весне, когда все пробуждается, когда земля принимает жизнь, заложенную в семени. Или еще есть другое слово – это «conception» или «зачатие», когда происходит, когда есть семя, и когда есть среда, которая принимает это семя, соприкасаясь, начинается рост. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня, празднуя праздник жатвы, просто проверил свою жизнь, чему мы позволяем расти в нашей жизни. Что растет в нашей жизни? Недовольство, неблагодарность, ропот, обиды, клевета, ярость, гнев, злоречие. Друзья мои, проблема не в плодов, что мы позволили этому семени упасть когда-то на почву, которую мы не оберегали. Очень важно сегодня нам, проверяя свою жизнь, сказать Господу, пожалуйста, не просто прости меня, что я так поступил, а вырви это, знаете, с корнем, как делает садовник, когда видит, что растет сорняк, который поглощает витамины, которые должны поглощать добрые семена. И с корнем это все вырывает и извлекает оттуда. И Господь сегодня своей благодатью это делает в сердцах людей. Писание говорит, что похоть, возникши, рождает что? Грех. А соделанный грех рождает смерть. А начинается все откуда? От того, что похоть или желание то или иное, неугодное Богу, мы принимаем свое сердце и начинает действовать. Помните, апостол Петр говорит Анане и Сафире, почему ты допустил мысль солгать? Ведь сначала мысль пришла, но она села, он поделился со своей женой, составили план, пришли в церковь и потом жатва. Третий очень важный момент, чтобы корень возникнул, сказано, не причинил вам вреда. Трабл is a result of what we grow. Не причинил вам вреда, это перевод английский говорит, it will not cause you a trouble. Друзья мои, большинство troubles или проблем в нашей жизни, это результат того, что мы пропустили или вовремя не выдернули. Смотрите, чтобы этот горький корень не причинил прежде всего никому-то в первую очередь не причинил нам вреда. Трабл is a result of what we grow. Знаете, каждый фрукт, овощ, семени только дело времени приносит свой плод. Дорогие мои, иногда мы легкомысленно позволяем некоторым вещам расти в нашей жизни и думаем, что жатва будет другая. Ничего подобного. Жатва или результат или то, что вырастет будет результатом того, что мы поливали, над чем трудились. Сегодня мы смотрим на молодых людей порой и иногда видим в них себя. Они бунтуют по отношению своих родителей, они объявляют им бунты говорят, я сам знаю лучше, как мне жить, как поступать. И что происходит как результат этого бунта? Они позволяют ему проникнуть в свое сердце. потом начинаются определенные troubles. Какие troubles? Ребенок начинает, потому что он находится в бунте, начинает употреблять алкоголь, начинает употреблять наркотики, начинает заниматься всякими моральными вещами, попадает в круг людей и одно за другим, одно за другим, одно за другим и вроде бы думаешь, вау, как это происходит. Друзья мои, когда мы позволяем бунту против родителей иметь место в своей жизни, обязательно приведет you in trouble. И если мы хотим не принести себе ущерба, ущерба своей семьи, ущерба своим детям, мы должны сказать, Господи, пожалуйста, помилуй меня и прости, что я бунтовал в своей жизни. Насколько, друзья мои, это важно, потому что никто из нас не хочет видеть ошибки, умноженные в сто раз в наших детях, не так ли? Друзья мои, но посев часто приносит урожай, помноженный на сто. И последнее, он причинит вам вред, и им осквернятся многие. Оказывается, проблему приносим не только мы сами себе, участвуя в этом или ином, но через это осквернение идет на других людей. Что такое осквернение? It's a defile to make unclean. Итак, поинт такой rotten fruit like infectious disease. It will spread around. Гнилой испорченный плод. Это как инфекционная болезнь. Она обязательно будет распространяться и будет распространяться, поражая жизнь других людей. Не так ли? Вы, наверное, испытали в своей жизни. Мы вроде бы хотим защищать территорию своего сердца, но мы попадаем в компанию других людей, садимся на лавки, слушаем полдня их сплетни, которые они занимаются полдня, и мы думаем, ну, я буду все нормально, со мной ничего не случится. мы очень становимся наивными, мы думаем, что вот это вот все, почему Писание говорит, что негодных бабьих басен, что надо с ними делать? Их нужно как можно подальше удаляться, не слушать и думать, но я их не буду принимать в свою жизнь. Обязательно мы будем проходить через осквернение, когда мы позволяем своим ушам, своим глазам это впитывать в свою жизнь. Друзья мои, если мы не вырываем это и продолжаем приносить этот плод, он будет поражать и людей вокруг нас. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, празднуя вместе праздник жатвы, сказали, Господи, испытай мое сердце, испытай мою почву, испытай меня и узнай помышления мои, говорит Давид. И дальше и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Что он говорит? Он говорит, Господи, моя почва, ты садовник, ты знаешь ее, Дух Твой Святой, да покажи мне, что есть проблема в моей жизни. Я хочу жить не для того, чтобы to be in trouble, для того, чтобы нести самому ущерб, для того, чтобы этот ущерб передавать своему поколению, которое идет за мною, но я хочу быть благословением для них. Господь, я хочу, когда я приду и предстану перед Тобою, чтобы это был праздник для меня. Друзья мои, пока мы с вами на пути, наблюдайте свою будущую жатву, она обязательно будет, обязательно будет. Дорогие мои молодые друзья, подростки, молодежь, дети, не позволяйте в ваших детских сердцах, чтобы падали туда семена тех вещей, поступков, мыслей, слов, которые будут потом разрушать вашу жизнь. А родители дорогие, бабушки, дедушки, наблюдая за своим сердцем, помните ответственность, что мы делаем и как наблюдаем за сердцами наших самых близких людей. Пусть Господь благословит нас, сейчас мы вместе помолимся, и как брат, который читал стих до этой проповеди, может быть, мы тоже Господу скажем, даже в нашей тихой молитве, Господи, прости меня, помилуй меня, очисть мою жизнь, очисть мое сердце, продолжайте отстаивать территориальную целостность своего сердца, не отдавайте даже ни нитки, ни ремня, not an inch to the enemy. Пусть Господь благословит нас, чтобы наш дух, душа и тело в целостности своей принадлежала нашему Господу Иисусу Христу. Ему да будет слава. Аминь.